Друзья мои, я приветствую вас на канале Строй дом своими руками. Сегодня у меня куча грандиозных мыслей и идей, первая из которых сегодня, в этом выпуске, мы с вами познакомимся с моим новым напарником, который будет на протяжении долгих счастливых лет помогать на стройке. Также в перспективе в ближайшее время займемся теплыми полами, конвекторами, но только при условии, если этот видос наберет хотя бы тысячи полторы-две лайков, ну и несколько репостов, будет вообще просто замечательно. А сейчас я очень быстро заколочу террасу на втором этаже, как никак, это комната моей принцессы, именно та комната, которую уже нужно как-то обустроить, потому что мы заехали на лето жить в наш дом, и это круто. Так, не теряя времени, займемся хаубергом, материалом, о котором вы уже очень много знаете, а если не знаете, то советую посмотреть по этому плейлисту, там я рассказывал и про обрешетку, и про утепление, и про обшивку стен и так далее. И в конечном итоге мы с вами пришли вот к такому замечательному фасаду, который нам очень нравится. Обязательно расскажем вам полностью про все материалы, про все его моменты, нюансы, цены, цены, это актуально, я хочу целую серию посвятить ценам, потому что, потому что есть что рассказать. Смотрите этот видос до конца, в конце будет бонус интересный, вам понравится. Все, я пошел. Именно с террасой у меня связаны больше всего размышлений на тему ее оформления. Все-таки в какой-то степени это будущая челлаут зона для комфортного вечернего времяпрепровождения. Я долго решал, как реализовать освещение на ней, чтобы это не особо бросалось в глаза прохожим, а нам было тут комфортно. И далее вы увидите наше интересное решение. Но сейчас я могу сказать только то, что колотить хауберг по лучу лазера это одно удовольствие. И особенно приятно делать это в тени. Работать с материалом под палящим солнцем мне лично не понравилось. Гонт не держит форму, норовит слипнуться в пачки, а клейки и полоски словно мухоловки цепляют руки намертво при прижатии гонта. Зато в тени при уличной температуре от плюс 18 до плюс 25 это одно удовольствие. Приложил гонт по уровню, он прихватился к стене на липучке, у тебя есть около 15 секунд для того, чтобы наживулить гвоздь. Потом поправил лист, проверил уровень и вперед пробивать весь периметр. Лично у меня внешний вид стены сейчас вызывает чувство некого уюта и надежности. Прикладываешь к ней руку, тепло, комфортно. Много комментариев на тему «это не кирпич и даже не похож». Друзья, он и не претендует быть заменителем кирпичу, это Хауберг. И конкурентами ему могут быть только аналоги других фирм. Но поверьте, прежде чем остановиться на техно-николе, я потрогал, понюхал, подержал в руках и помял ни один образец из представленных на рынке. Теперь недостатки. И к ним я, пожалуй, отнесу сегодня только то, что очень выдает Хауберг как листовой материал. Это необходимость установки уголков на завершение любой плоскости. Если бы производитель придумал какой-нибудь угол, повторяющий реальную кладку, то и с одного метра было бы сложно отличить это от качественно уложенного кирпичного ряда. В комментариях вы предлагали просто загибать гонт на углу и идти дальше. Поверьте, у меня была такая мысль, но так, к сожалению, нельзя. Это просто не будет смотреться красиво. Да и линейное расширение ОСП позже проявит себя на этом узле не с лучшей стороны. Ну и надо понимать, что по техническим условиям крепления Хауберга к стене это тоже запрещено. И вот мы подходим к теме освещения террасы. Итак, друзья, хоть и смеркалось, но обещаю, что впереди вас ждет только самое интересное. Смотрите до конца. Кто-то заметил, что нет ни одного провода. На самом деле кабель сейчас выведен через перфорацию карниза в кровлю. Там и будет находиться блок управления освещением и пульт с блоком питания. Добавляю последний ряд и монтирую внешний уголок карниза. Пришлось немножко приодеться, комары реально задрали. Сейчас на улице стало тепло ночами, и они до поздней ночи летают. Их стало просто море. Вы уже догадались, какую работу мы сейчас будем делать. Я не буду вас долго томить сейчас. Добью последний контур. Приделаю уголок внешний. И начнем. На светодиодной ленте есть свой самоклеющий слой. Но я решил использовать остатки технониколи-архитекта вот этого, самоклейки двухсторонней. Сейчас я его проклею по периметру, и на нее уже наклею светодиодку. Так будет лучше. Смеркалось. Возможно, вам не очень хорошо видно, светодиодную ленту я клею на потай внутреннего уголка. То есть, свет от ленты будет бить в карниз и приятно рассеиваться на внешнее окружение. На ленте есть куча режимов, и при включении по умолчанию задается режим дискотеки 90-х. Мне больше зашел теплый приглушенный свет. Вы еще сотню раз увидите все это в работе. Так, ну и в конечном итоге, что мы имеем? У нас есть подсветка. Полностью оформленные стены под хауберг. Я думаю, дочь будет довольна. Осталось только сделать полы. Завтра, по прогнозу, будет прохладно. И завтра мы как раз забираем нашего друга. Но вы увидите это прямо сейчас. Мы сегодня в наш дом покупаем собаку. И один из главных моментов, почему мы делаем это именно сейчас, чтобы опять же приблизить сам момент переезда в наш дом. Собака будет стимулировать к этому. И сегодня нам привезли щенка. Сейчас мы поедем с ним знакомиться. Для затравочки скажу, это лабрадор. И это кобель. И у меня к вам сразу просьба. Друзья, давайте попробуем сейчас в комментариях написать какие-нибудь классные клички лабрадоров. Понравившееся имя из ваших комментариев мы используем для нашего щенка. Ну и конечно же ехать я один не мог без всей своей семьи. Сейчас я их всех собираю по городу из разных мест. Давай, садись, 12-летка, тебе можно уже без кресла. Готовы? Да. Познакомиться с новым другом и членом нашей семьи. И папиным главным помощником на стройке. И знаешь, какая первая команда, которой мы его научим? Это приносить шуруповерт. Дочь, ну ты скажи, как твое настроение? Это очень радостно. Какой цвет тебе хочется? Черный. Черный. Black. Я сейчас у наших зрителей дочь попросил, чтобы нам придумали классное какое-нибудь прозвище, которое нам больше всего понравится. Мы используем для имени нашей собаки. Поэтому пишите, друзья. Он заботится о мальчике. Ой. Крепки? Мне нравится больше всех вообще. Больше всех вот эти какие мастерские. Какая? Вот это. Ну вот, видишь. Дядя Мой. Нет, Жень, ты же хотела там посмотреть по хвостам. Давай посмотрим. Хвостики какие у нас красивые. Мам, мне больше не нравится. Они, видишь, все лежат. Давай посмотрим их, вытаскиваю, смотреть. Ну-ка, покажите. Да ты мой зайчик. Ты хочешь, чтобы мы тебя взяли, ты меня облизываешь? Да, да, мне больше всех нравится. Да это первый. Давайте всех посмотрим. Давай, конечно. Скажите, какой мальчик? Ты мужик. Ты мужик. Смотри, какой веселый мужик. И хвостом, хвостом, все верят. Ну-ка. Ну-ка, встань. Встань, покажи нам. Смотри, какой мальчик. Дочь, ты посмотри всех. Вот, смотри, смотри, смотри. Смотри, какой мордастенький. Мам, можно мне... Красавчик. А у этого морда, а у меня лежит. Мам, можно мне... Хочешь, тебе тут полежать? Смотри, мам, смотри. Аккуратно только. Знакомьтесь, друзья. Мы еще не придумали ему имя, но у нас появилось несколько вариаций. Я называю его Бобсом, потому что он Бобс. Второй вариант, это Биксби, это дурная пчела. Третий вариант, так как он у нас Black, черный, то Black Jack. Привет, чувак, теперь ты будешь жить с нами, помогать мне строить дом. Эй, красавчик. Лабрадориум. О, ты что, злой лабрадориум? Кстати, ребят, такой вопрос. Мне рассказывали, что надо смотреть на небо. И если оно черное, то будет злая собака. Но, насколько я знаю, лабрадоры злыми не бывают никогда в принципе. Но у него просто чернейшее небо. Покажи какой-то злой. Небо. 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 Все, все, не издеваемся над собакой. А мы, Грюк, назовем. Иди ко мне. Иди ко мне, мой. Пес. Так, кусать решил или лизать? Ну, конечно, это хозяина. Хозяина лизать надо. Мы на самом деле только приехали в деревню. Сейчас все переодеваемся. Кто чем будет заниматься? Ирина, наверное, джинсы отстирать. От травы. Очень аккуратно вставай, доча, потому что сейчас будет зелень. Прям вот, прям вот. Он кусает. Кусает палец. Эй, песель мой. Ну, вроде нет. Как мы тебя назовем-то, а, друг? Как мы тебя назовем? Блэкджек. Блэкджек, думаете? Мне тоже нравится. Да. Ну, посмотрим, что в комментариях напишут наши замечательные зрители. Ладно, это была небольшая такая серия. Друзья, это влог. Так что не ругайтесь, что я никаких не привнес инноваций или новостей. На всякий случай, чтобы это было и полезно, посмотрите, какой красивый у нас становится дом с отделкой хаубергом. Все, до скорых встреч. Увидимся прям вот буквально скоро. Я сейчас домонтирую новый видос и вам его выложу. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok